как начался твой предпринимательский путь мой путь начался когда я был в девятом классе мне был любопытно и интересно это прям приключение много было косяков косяков был много я кстати вот благодаря своим родителям очень сильно что они не давали вот эту возможность ошибаться как ты потом выбрал сферу где стать предпринимателем когда собственник решил продавать эту компанию я был первым человеком которым он предложил купить этот бизнес зачем тебе сообщества все возможности приходят через людей это классно когда есть с кем поделиться я знаю что ты еще стал почетным меценатом чтобы но мы тоже были примерами для молодого поколения чтобы они в процессе делали еще лучше чем мы дай пожалуйста какие-нибудь лайфхаки счастливого человека слушать себя настоящего и делать свое хочу всем привет сегодня у нас в гостях тимур шевченко основатель компании кабель прайс почетный меценат тимур привет очень рада тебя здесь видеть спасибо что нашел время тимур расскажи пожалуйста как начался твой предпринимательский путь сушим мой путь начался когда я был в девятом классе как рано да такое тоже бывает в тот момент когда мои друзья сидели за партами и учили уроки я ездил с водителем за товаром у моих родителей было несколько продуктовых киосков да я в общем помогал да я помогал в реализации этой деятельности сам этого хотел или так родители просили это просто не мог ослушаться слышно мне было любопытно и интересно то есть это всегда было в тот момент для меня приключения ну то есть это прям из одного города поехать в другой на машине приключения от прямо приключения вот но и мне приходилось уже там на месте принимать решение как выписывать эту продукцию как договариваться там по оплате как много было косяков косяков был много да ну они были я кстати вот благодарен своим родителям очень сильно что за всю мою жизнь они мне давали вот эту интересную свободу возможность ошибаться да возможность ошибаться вот и в нужный момент балансировали в общем вот этим спасательным кругом являлись вот за это большое человеческое такое спасибо как ты потом выбрал сферу где стать предпринимателем это уже случилось после школы до как ты определил вообще в чем развиваться в какой сфере слушай у меня был интересный путь там было несколько университетов да в которых я учился некоторые я заканчивал некоторые не заканчивал если к твоему вопросу про предпринимательство я пошел в компанию работать менеджером по продажам в небольшой новый стартап на сфера наша деятельности это была оптовая поставка светотехники до электрики светотехники у меня полгода ничего не получалось было несколько таких индивидуальных встреч этот отец с собственником да вот как двигаться вот вдохновившись и поняв как устроен процесс вот я прям включился вот вот этот наверное ранний опыт дал о себе знать и когда я общался с собственником да несколько раз потому что он от меня ждал результат до продаж в общем я чувствовал сильное напряжение да и волнение вот и поняв как работают процессы как вообще мне продавать да я начал делать хорошие результаты вот и что мне еще помогло я ну начал погружаться глубже в контекст собирать больше деталей в общем развиваться в этой сфере ну и скажу по секрету я еще работал по субботу понятно то есть я понял ну и это я зашел издалека да ну и за счет этого моего усердия и упорства да в достижении результатов вот я стал лучшим продавцом в компании вот полгода тебе нужно было да для этого да и я понял как расширять быстро клиентскую базу на общем-то росла я стал быстро выполнять планы понял как как это работает вот и впоследствии когда собственник решил продавать эту компанию вот я был первым человеком которым он предложил бизнес вот такой вот весь этот процесс когда я работал нами ну то есть я самостоятельно своими руками ну то есть отстраивал вот эти все процессы настраивал продажи вот здорово это уникальная конечно ситуация а скажи ты поддерживаешь отношения с тем собственником ты в курсе как он там поживает ну вот сейчас нет мы уже давно не виделись вот но расстались хорошо и это очень такая интересная по сути твой наставник был да то есть он учил тебя и потом еще и создал предпринимателя такого хорошо и с тех пор до ты занимаешься этим бизнесом он тебя развивается ты сам это делаешь или в партнерстве вот с тех пор я занимаюсь бизнесом в этой сфере вот в этом же направлении сейчас это гораздо шире чем вот но то когда мы начинали вот здесь тоже появился большой опыт у меня есть партнер вот классная поддержка и плечо моего до мира вот я очень рад что у нас такой интересный симбиоз в общем с ним сложился он мастер и генератор в общем продаж и такой драйвер да я вот системно посмотреть планировать в общем сюда да и мы так вот друг друга дополняем и как же какие на твой взгляд лайфхаки для того чтобы было партнерство успешно и безоблачно и эффективно про партнерство если в бизнесе но это прямой открытый диалог сто процентов снятие ожиданий чтобы их не было да мы конкретной договоренности до чтобы было больше ясности вот ясность дает уверенность и устойчивость конкретика отсутствие ожиданий и ясности да да ну и делиться тем напряжением если она возникает ну и принимать точку зрения другого что ну мир можно видеть вот так а можно вот так вот мы разные люди и одно соединив с другим ну получается супер комбо и классный большой результат круто мне нравится твои советы спасибо скажи пожалуйста я знаю что ты резидент клуба эквим зачем тебе сообщество сообщество это люди я считаю для людей да и главный классный быстрый актив который у нас есть это ну это это люди да и все возможности приходят через людей в общем я тоже присоединяюсь вот к этому выражению считаю его сильным и устойчивым и люди в сообществе это опыт до каждого вот предпринимательстве у меня один до у другого другой мы делимся открыто на встречах да у кого какой а кто как решал подобные подобную ситуацию да там сложную историю это классно когда есть с кем поделиться да вот у меня были случаи в жизни да на примере ну я не знал как решать там задачку были вопросы там и с кассовыми разрывами да в общем как это в бизнесе происходит вот я ходил просто к людям и говорю вот у меня там такая проблема да и мне говорят а да ничего страшного как бы в принципе нету мы все предприниматели и каждый проходил через это мне просто ребята накидали идей а как у кого бывает да следить за дебиторкой смотреть за складом в общем и набор комбинации чужого опыта в общем добавляет сильно ну вариативности в своей жизни я знаю что ты еще стал почетным меценатом здесь скажи мне пожалуйста зачем для тебя существует вообще социальная деятельность суши да действительно это этого случилось в прошлом году вот как раз во время программ когда я проходил программу ярцы рыбакова вот я открыл себе эту новую роль вот почетный меценат мы чуть предысторию расскажу мы с партнером вот приняли решение взять к себе на стажировку студентов из мфте вот и далее ребятам вызовы вот у нас получилось то есть три вызова мы дали от нашей компании понятно интересно на самом деле суперталантливые ребята да которые могут по-новому смотреть на ситуации в бизнесе класс вот и для нас это роль ну новая вот это но это вот эта новая энергия новая синергия новое новое соединение как ты говоришь с молодым поколением вот мой компьютер восемьдесят четвертого года рождения вот а вот ребят которые к нам пришли на на работу у них получается ну там двухтысячные уже да и в общем ну операционные системы да вот совершенно по-другому вот и мы в общем с партнером приняли решение и вот сейчас один из ребят который пришел к нам на стажировку он уже возглавляет целый отдел вот отдел и коммерс вот и сильно прям активно развивается ему мы очень рады и мы видим как он в том числе тоже подтягивает скорость развития в общем других наших сотрудников по сути ты также стал учителем для студента мпт и как в свое время твой наставник который в результате передал тебе бизнес да то есть такая цепочка не по не прекращается это очень здорово да ну и мы размышляем как дальше это все интегрировать как бы ну в нашу компанию вот в будущем как бы так создавать программы надо и постепенно заходить чтобы ну мы тоже были примерами для молодого поколения чтобы они в процессе делали еще лучше чем мы да вот так тимур я знаю что ты глава семейства замечательного скажи пожалуйста как ты успеваешь будучи предпринимателем меценатом как ты успеваешь все больше часов в сутках или как интересный вопрос как я успеваю да есть некоторое выражение добавляй все да и нужно применится есть у меня внутреннее такое разделение себя на несколько ролей да вот мне это сильно помогает переключаться и быть предпринимателем да определенное время суток да там днем до с утра там я занимаюсь своим развитием вот и после обеда там немножко общественной деятельности вот и в конце уже дня это собственно говоря роль мужа вот отца любимого да у меня родилась дочка вот я ей уже вот будет в этом году два года мы интересно проводим время еще есть такой лайфхак у меня меня на двери висит такой оранжевый стикер приклеил и когда я прихожу домой вот я вижу этот сигнал вот ты понимаешь что мне сейчас надо переключиться в роль отца да я вот такие разные штуки использую как бы у себя в жизни спасибо это хороший кстати лайфхак всем запомнить просто стикер просто стикер другого цвета ну и конечно чтобы все успевать и это было легко вот так интересно но мы с женой я погружаю в свой контекст и на меня свой контекст да и мы планируем разделение такого да чтобы здесь был вообще какой-то отдельный мир в котором нет пересечений получается так ну мы вот совместно она знает что я делаю у нас есть еженедельные планерки да мы понимаем чем мы будем заниматься чем мы будем заниматься вместе у нас есть своя канбан доска в трейла в общем общая класс вот мы понимаем под контролем ну можно и так сказать да планируем вместе но вот и я считаю что вот это вот помогает нам больше синергии до совместные понимать а есть у тебя какие-то хобби вот искал что ты утром занимаешься развитием себя это хобби какие-то или что это расскажи пожалуйста я бы это назвал уже это образ жизни часть жизни я люблю телесные практики вот мне нравится йога я занимаюсь пилатесом зарядка в общем ну такие у меня там свои наборы в общем инструментов у меня турник дома висит вот я в общем в разные моменты в общем по-разному управляю собой в плане развития своего состояния вот и физической формы бывают такие моменты что я их называю там энергетические спады вот или надо просто отдохнуть вот ну мы так устроены во всяком случае я можно газовать сильно да и ну и надо отдохнуть вот это ну это помогает это всегда было в твоей жизни или ты в какой-то момент к этому пришел слушает был не всегда в моей жизни вот абсолютно взять состояние под контроль это очень классные слова которые сейчас произнес да то есть если ты чувствуешь что есть некий спад или что-то ты осознанно занимаешься тем чтобы вернуть себя в норму или как ты я понимаю о чем ты и тоже не так давно пришла к тому что это все подконтрольно когда ты к этому пришел легко ли тебе было сделать это нормой жизни слушай это вот в процессе вот шесть лет назад я бросил курить и употреблять алкогольные напитки вот и это в том числе побудило вот дало вот этот импульс энергию да в общем я задумался про свою жизнь да как бы а что вообще почему 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 вот так вот я я живу да ну и начал постепенно развиваться там где-то в одно время пошел на бокс потом посмотрел и ходил на на растяжку вот это такое знаешь я бы сказал вот совокупные шестилетний вот такое прям путь который мне нравится вот я в общем кайфую от этого нет сильно дает энергию что я нахожу в себе новые двери до новые чувства новую вот устойчивость новую такую уверенность научаюсь замедляться в тех или иных ситуациях перебирающаясь до научаюсь не суетиться вот и научаюсь замечать когда я перехожу из одного состояния в другое ты это в общем в том числе там парноямы помогают с этим ну то есть работа с дыханием вот сейчас поставил себе цель интересную проплыть под водой два бассейна 50 метров на задержке дыхания сейчас получается 30 метров проплыть вот до конца года хочу вот сильно расширить пусть а получится хотя спросить как ты отдыхаешь но ты знаешь по моему нет смысла задавать такой вопрос потому что я теперь все понимаю ты просто держишься в балансе и можно в принципе так мне кажется и особо не переключаться или все же как ты отдыхаешь как-то может быть путешествуешь или здесь дополню отдых это неотъемлемая часть жизни вот здесь из моего опыта из моих вот рекомендаций я сам себя ловлю на том что иногда я забываю про этот важнейший вообще элементы важнейшее состояние в своей жизни вот на пике просто все время когда газуешь но это очень сложно что мы в семье все применяем это первое у нас есть день бревна вот когда мы можем просто полежать и просто на диване и отдохнуть второе мы интегрировали к себе в жизнь массажиста который приходит к нам домой делать массаж вот это недавно мы так сделали и настолько счастливы что это можно делать дома да да не мчать никуда в пробках вот да это сильно радует ну конечно мы любим путешествовать вот намного путешествуем семьей мы любим обосновываться на разных местах вот это культурно сильно обогащает вот но нас и нашу картину мира и сильно развивает то есть мы как совместно с любимой но считаю это новый проект проект в проекте да мы так называем как моего проживаем какой опыт мы там проживаем вот нас дочка родилась и мы тоже с ней путешествуем ну и это не останавливает нас мы любим горы вот недавно были на эльбрусе дочкой что да как это возможно расскажи пожалуйста как возможно в два года ребенка вывести на эльбрус там же нет комфортных условий ну как маша просмотрела любимая маша жена да она была там 10 лет назад немножко помнила там инфраструктура до которая есть такая советская но мы спланировали посмотрели что для нас важно да чтобы 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 было на локации вот ну это классная погода по посмотрели по прогнозу погода няня чтобы было до обязательно чтобы мы могли кататься вместе вот каталка вместе это ну это классно когда один едет другой водогоняет это очень такая интересная штука ну и смелости в общем на это и точно точное понимание что ну это опыт и в нем мы дальше отстраиваемся и мы сняли подумали что нам нужна няня и в общем классное пространство и сняли просто квартиру вот двухкомнатную где был но где больше удобства где можно а готовить для дочки спокойно да где есть у нас две комнаты много вот ну и собственно говоря есть природа и каталка рядом звучит как идеальная жизнь тимур мне кажется мы много с тобой сегодня обсудили спасибо тебе большое давай в завершении беседы дай пожалуйста какие-нибудь лайфхаки счастливого человека слушайте но это точно слушать себя вот ну настоящего и делать свое хочу вот это прям выписать и посмотреть вот что откликается второй лайфхак вторая штука вот которую я тоже пользуюсь это ответственность как бы не звучало такое большое слово но ответственность в том что я делаю в том что что я причина всему что происходит со мной вокруг вот посмотреть на эту историю в общем вот прям по поглубже по честному да и делать шаги навстречу друг другу то есть если прилетает какая-то обратка от человека но то тоже понимать что это но не только иллюзия до что это в общем ну что это тоже жизнь да и что есть этим соприкосновение надо посмотреть вот ну и это конечно состояние свое я вот ну это базовая история как я считаю я вот ей не так много занимался своей жизни а вот сейчас понимаю что это супер важно в общем работа с физикой и со своим телом да вот меня сильно много раз это выручало тимур спасибо огромное я прям запомнила это слушать себя ответственность за то что с тобой происходит и свое состояние слышать чувствовать и менять при необходимости и про свое тело не забывать развивать его ибо в нем большой огромный потенциал конечно это храм как единственный который дан нам на эту жизнь надо к нему бережно тимур спасибо тебе большое за разговор дорогие зрители время проявляться и действовать